В начале года Министерство юстиции предложило исправить Кодекс административных правонарушений. Помимо прочего, законопроект предусматривал увеличение штрафов за превышение скорости на 20-40 км в час с 500 до 3000 рублей. К счастью, по итогам публичных слушаний, от этой затеи отказались. И даже более того, Минюст предложил ввести некоторые поблажки для водителей. В частности, всецело закрепить в Коапе презумпцию невиновности. До сих пор она не касалась отдельно взятой 12-й статьи, то есть штрафов с камер. Теперь же презумпцию предложили распространить и на эти случаи. Что конкретно это означает, пока не ясно. Вероятно, органам придется доказывать, что водитель реально что-то нарушил, прежде чем выписать штраф. А кроме того, упростится система обжалования. Бросить со скидкой заплатить, понимаешь, со скидкой до 305 км, чем доказывать, что ты не виноват. При этом понимая, что ты не виноват. Из прочих новшеств. Предупреждение вместо штрафа за первое и не грубое нарушение ПДД и наказание для тех, кто не реагирует на сигнализацию своей машины в ночное время. Также власти вновь обсудят возможность введения рейтингов водителей. Однако, по мнению некоторых депутатов, говорить о вальной системе все еще рано. Сначала нужно решить ряд важных проблем. Проект поправок в КОАП должны внести в правительство до конца мая, а в Госдуму в июне. Если депутаты поддержат реформу Минюста, то нововведения вступят в силу в следующем году. Впрочем, поправки в КОАП – не единственный автомобильный законопроект, судьба которого решится в ближайшие месяцы. Рассмотрят и возможность запретать частных камер фотофиксации. Напомним, что с этим предложением депутаты ЛДПР выступили еще в прошлом году. Авторы инициативы считают, что цель частников – заработать деньги. В погоне за прибылью они прибегают к различным манипуляциям, которые позволяют штрафовать даже невиновных водителей. Продолжение следует...